Чуть больше недели назад мы приезжали в Видновский художественный технический лицей. На уроках класса были практически в полном составе. Сегодня ситуация резко изменилась. И хотя в нашем городе на карантин не закрыта ни одна школа, болеют многие. На сегодняшний день в области на карантине 17 школ. Некритично и все же эпидемпорог среди детей от 7 до 14 лет превышен. Превышение порога количества заболеваний гриппом происходит один раз в 2-3 года, как правило. То есть эпидемии гриппа ежегодно как таковой не бывает. В этом году действительно количество заболевших детей явно превышает все допустимые показатели прошлых лет. Клиника гриппа налицо, классическая. Как правило, грипп А – это высокая температура, интоксикация, поражение легочной нервной системы. У РВИ и грипп заболевания схожие и то и другое вызвано вирусом. У школьницы Ирины Дарьевой температура поднялась не сразу, но мама при первых же симптомах болезни решила обратиться к врачу. Мы заболели в школе. Были дома сначала не было температуры, потом температура стала подниматься. И вот мы пришли к педиатру, чтобы нас хотя бы послушали кашель сумасшедший. Не так опасен сам грипп, как его осложнение. Медики рекомендуют не заниматься самолечением, особенно если это касается детей. А при первых симптомах простуды обратиться к врачам. Если ребенок начинает заболевать, его необходимо изолировать. В постельный режим, жаропонижающие средства по необходимости, если температура превышает 39 градусов для старших детей и 38,5 для более младших. По данным Роспотребнадзора, уже через пару недель заболеваемость снизится до сезонного уровня. А пока стоит поберечься.